Всем привет, мои дорогие! Я рада вас вновь всех приветствовать! Те, кто смотрит меня постоянно, уже знают, что здесь у меня на канале мы говорим в основном о парфюмерии. Кто видит меня сегодня впервые, меня зовут Эйла. И да, у меня на канале здесь только почти все про духи, про ароматы. Сегодня видео-подборочка моих январских ароматов. Такое январское настроение поближе подвинуло какие-то парфюмы, которыми буду пользоваться. Как всегда, неординарная подборочка и все ценовые категории старался хватить. Какая-то ниша подороже, люкс и очень бюджетные, но при этом интересные позиции. В общем, оставайтесь сегодня со мной, мои дорогие. Кто не подписан на мой канал, если вы увлечены парфюмерией или сомневающейся еще, подписывайтесь. Я буду всем вам, конечно же, очень рада. Ну и, как всегда, устраивайтесь поудобнее, запаситесь чем-то вкусненьким, а мы начинаем. И, конечно же, прежде чем перед сэкроматом, хочу поблагодарить вас, мои дорогие, еще раз за ваши комментарии, за ваши теплые добрые слова в мой адрес. Я просто счастлива, что вы у меня есть, мои дорогие подписчики, мои дорогие зрители. Не всегда у меня в последнее время есть возможность всем вовремя ответить. Но я ценю каждый комментарий, и я рада, что мы нашли друг друга, что вы у меня есть. Никогда не гналась за количеством подписчиков, а я рада, что у меня все мои преданные люди, которые понимают меня, не критикуют меня, принимают такое, какая я есть. То есть не пишут мне, что ты там машешь руками и так долго рассказываешь об ароматах. Нужно короче. Вы знаете, да, я люблю поговорить об ароматах. Сегодня вот у нас будет январская подборка, скажем так, ну, ароматов с больше зимним настроением. Но, тем не менее, я не за то, чтобы делить ароматы по сезонам. Я всегда вам говорила, что ароматы – это наше настроение. Хотим носить цитрусы в холода, хотя считается, что это как бы свежаки лучше носить летом. Ради бога! Хотим мы какую-то удушающую гурманику в знойные летние дни? Да ради бога! Все, что просит наша душа, то мы и надеваем, потому что аромат – это, прежде всего, для себя любимого. Единственное, что надо, конечно, соблюдать политкорректность. Если вы в коллективе, если вы ходите на работу, конечно же, если вы не эгоисты закончены, то надо соблюдать какое-то вот это правило, то есть нельзя такими слишком удушающими ароматами пользоваться. Ну и, конечно, дома я тоже берегу своих ближних, которые не все мои ароматы любят, поэтому я не позволяю себе, если я нахожусь с ними дома, одеваться какую-то там, знаете, с очень такими характерными запахами нишу и какие-то яркие ароматы. В общем, берегу такие, знаете, отношения в семье. Ну и, дорогие мои, как я уже сказала, сегодня моя подборочка. И поскольку у нас в Италии еще, ну, скажем, нету холодов, конечно же, таких, как у вас, морозов, может быть, где-то отрицательных температур еще не было, сейчас плюс 7, плюс 11, но по здешним меркам это уже холодно, уже сеньоры достали свои шубки. Знаете, как они любят вот некоторые норковые шубочки в плюс 11, щеголяют, ну и, конечно же, ароматы соответствующие. Начну, как всегда, моя любимая марка By Killian вот потянула меня на яблочки, достала этот аромат, который у меня стал бы заставленный, а сейчас прям вот с удовольствием начала носить аромат, который называется Apple Brandy on the Rocks. Это представитель линейки ликеров, о которой я рассказывала, делала отдельное видео распаковочку. Конечно же, сказала, что потянула на яблочки. И что мне нравится в этом аромате, что этот аромат, знаете, помимо того, что здесь прекрасная пряность, прекрасные вот эти алкогольные ноты от Killian, то есть идеальный вот этот алкоголь от Messie Hennessy, Killian Hennessy, есть вот это сочное яблочко, которое слышится и которое вот остается вот этим таким звонким, сочным, потому что много ароматов с ноты яблока, но которые, знаете, замыливаются, затираются где-то в других нотах. Вот здесь это яблочко слышится. Ну и, как всегда, я сказала, превосходный алкоголь. Здесь и ром, и брензи есть, есть вот это такая специфика за счет кардамончика, сочность, которая дает этому яблочку, наверное, еще и бергамот на старте, и еще ананас в сердце, то есть такой тоже сочный фрукт, который как бы добавляет вот этой звонкости вот этому яблочку. Аромат, конечно, имеет вот эту фруктовую звонкость, вот эту яблочную свежесть, плюс вот эти ноты. Ну и, конечно, красивая древесность, она тоже слышится. Абраксанчик, такая летучая нота, которая делает шлейфом довольный этот аромат. И кедр очень красивый. В общем, я считаю, в линейке ликеров, хоть он не очень популярен, самый популярный аромат, вы знаете, Angel's Share, Angel's Share доля ангелов, выложу фото, это бестселлер продаж, все его очень любят, все знают его. Но Apple Brands не такой стал популярный, но я вот очень оценила этот парфюм, мне он очень нравится. Я скажу так, что он у меня на втором месте после Angel's Share, то есть он мне очень понравился, когда его вот только у меня появился. Ну и сейчас вот с удовольствием буду носить вот это звонкое такое немножечко алкогольное яблочко. Следующий аромат, дорогие мои, это, конечно же, очередной, я не побоюсь сказать, шедевр Аклютанса. Это вот новинка того года, уже 22-го, который вышел недавно, Пуре Нуар, то есть черный перец, не буду опять же произносить на французском, очень, ну, на русском черный перец. Аромат я отдельно сделала видеораспаковочку, кто еще не смотрел, посмотрите, я подробно о нем рассказывала. Поэтому сегодня не буду так останавливаться на своих, так подробно о нем рассказывать. Хочу только сказать, что, вы знаете, вот как я его тогда распаковала, так и не смогла вот его куда-то заставить. Ну вот, правда, браво, маэстро! Три ноты, которые, ну, мы знаем, то, что вот заявлено, но в пирамиде официально, это вот сам мадагаскарский черный перец, мускатный орех и кедр, любимая древесная нота маэстро, но сделает такой классный, лаконичный аромат, который, знаете, вот почему я его оставила, это действительно, как я вам говорила, да, добавить перчику, как был создан аромат, вот в этом плане, постковидный, чтобы добавить вот вкус жизни, вернуть обоняние потерянное. Но вот этот перчик, который вам еще, знаете, так вставляет вот хороший такой добрый пинок под одно место, когда, я вот правда хочу сказать, что иногда бывают такие серые хмурые дни у нас очень долго, что для Италии не характерно было вот такая плохая, серая, смурная, дождливая погода, и ты просыпаешься уже и так вот, это депрессия, плохая погода, открываешь еще новости, о, и вообще хочется, господи, так, знаете, спрятать, сказать, о, господи, я в домике, и вот зарыться в эту, знаете, уйти в эту депрессию, и тогда ты себе говоришь, нет, Элла, давай-ка попробуем, возьмем вот этого лютанса, вот этот прекрасный черный перец, и, знаете, парочку пшиков, и ты понимаешь, что вот оно вставило, и ты уже такой, сам себе поднимаешь настроение, и такой, и пошла, пошла, пошла. В общем, короче говоря, классный аромат от лютанса. Хочу сказать, что вот за такой некой очень классной вот этой пряности мускартного ореха с красивейшей древесностью прячется такой, знаете, очень элегантный, очень такой, я бы сказала, умеренный вот этот перчик, который так красиво звучит. Вот простой аромат, я сказала, он прямолинейный, он не со сложной пирамидой, но звучание у него классное, такие воздушные вот и в старте, какая-то вот у него есть легкость, воздушность, потом вот этот мускатность и древесность, через который, опять же, повторюсь, выступает вот такой легкий перец, он совершенно не бьющий в нос, приятный, классный, очень добротный аромат, очень классная у него стойкость, вот правда, может, не длинный такой очень шлейф, но он стойкий, я слышу вот целый день с волос просто, он очень-очень долго звучит, и мне нравится его такая деликатная перчинка, которая, еще раз повторяю, это аромат, действительно, такой дающий тебе какой-то вот толчок, такой, знаете, импульс к тому, чтобы хорошее настроение немножечко подскочило, но поднялось хотя бы на несколько так пунктов. В общем, классный аромат, о нем говорила уже подробно, поэтому перехожу к следующему, это уже люкс, достала своего любимчика от Диора, аромат Диор Аддикт. У меня версия 2014 года, вот эта версия, которую переделал Франсуа Демаши, парфюмер, который, в общем-то, изначально формулу немножко переделал, незнакомая с версией 2002 года, вот первая версия Диор Аддикт, ну и, в общем-то, и ничего страшного, потому что мне очень-очень нравится версия вот эта от Франсуа Демаши 2014 года. Я вам говорила, что это аромат один из самых моих любимых, вот в плане таких насыщенных ванильных ароматов, это один из комплиментарнейших ароматов, один из самых женственных ароматов, я об этом говорила, неоднократно в своих таких видео, о которых вот о любимых ароматах я рассказывала, и всего тоже 4 ноты, тоже, я считаю, такая лаконичная пирамида, но очень классный аромат. Здесь лист апельсина с цветком, лист мандарины, цветок апельсина на старте, в сердце это жасмин самбак, и база это красивейшая бурбонская ваниль, очень плотная, очень насыщенная, поэтому шлейф этого аромата очень насыщенный, знаете, вот такая действительно очень-очень плотная ваниль. Кто-то мне писал в комментариях, что некоторых душит этот аромат. Да, он такой, он очень плотный, но красивущий, вот правда, комплименты на этот шлейф делают, спрашивают, что это за аромат. И вот стоял тоже он у меня, я честно скажу, из-за того, что очень много ароматов, много новинок, которых надо поносить, поразнашивать. Правда, иногда вот простаивают такие вот любимчики, в частности вот этот, но сейчас я его достала и тоже вот начала носить, и думаю, господи, как я могу вот не носить этого красавца. В общем, в январе вот сейчас поношу вот эту такую красивейшую бурбонскую ваниль, в которой вот слышен вот этот прекрасный жасмин самбак. Вот правда, такой, как будто он вот в этой ваниле прям окутан, и вот за тобой вот действительно такой длинный-длинный шлейф вот этот вот красивущий тянется. Классный аромат, еще раз повторюсь, женственность во флаконе. Кто знаком с этим ароматом, пишите ваше мнение, мои дорогие. А я перехожу к следующему аромату, тоже аромат, который, знаете, мало мне удалось поносить, потому что поначалу, когда я его приобрела, он мне показался слишком сладким, я его заставила и тоже носила немного. Это аромат Фланкер Донне от Валентина, который называется Донна Бон Ин Рома. Вот такой шипастенький флакончик я вам показывала. И вы знаете, вот надо, наверное, действительно так делать. Иногда ароматы, которые не сильно тебя зацепили в самом начале, оставлять на какое-то время, потом достаешь, и ты понимаешь, боже, почему ты не оценил сразу эту красоту. Вы знаете, может быть, ему действительно нужны какие-то более прохладные температуры. Вот сейчас уже в такое, скажем, довольно прохладное время, тоже начала носить, и какая-то красота немоверная мне открылась. Во-первых, я обожаю ноту черной смородины, вот у меня такую сочную, сладковатую. А вот эта черная смородина, которая здесь заявлена на старте, она очень классно слышится. Плюс еще она стартует вот с моей любимой нотой розового перца, который я тоже слышу. Поэтому сладкой этой черной смородины добавляют вот эту перчинку. Очень интересно на старте звучит аромат, звонко, фруктово, вот сочно, сладковато. Бергамот, конечно же, дает еще ему такую свежиночку вот в этой сладости. Ну и сердце. Вот здесь цветочное сердце, это тоже аж тройной жасмин, можно сказать, потому что здесь и жасмин обычный, жасмин самбак, и еще жасминовый чай. То есть это такая тонкая белосветочность вот в этой сладости черной смородины. И базовые ноты тоже, по-моему, здесь амбра и какая-то древесная нота, если я не ошибаюсь. Может быть, есть мускус, не буду врать, вот честно вам скажу, мои дорогие. Но для меня этот аромат, это вот такой приятный, сладковатый, скажем так, цветочно-фруктовый парфюм, вот с этой нежной жасминовостью и вот сладостью вот этой приятной черной смородины и с перчинкой вот этого моего любимого розового перчика. Недаром я вам говорила, что Дона Боннэн Рома, то есть рожденная в Риме, как назвал Валентина свой парфюм, это такой более дерзкий вариант вот этой Донны. Она, конечно, более-таки претензиозная. Я вам говорила, действительно, может быть, итальянка такой южных регионов Италии вот по характеру, своенравная, немножко капризная, но классная вот эта Донна, женщина переводится с итальянского, рожденная в Риме. Мне этот аромат вот прямо сейчас, холода прям зашел, зашел. Шлейф шикарный, стойкость великолепная. В общем, кто любит такую, скажем так, умеренную гурманику, приятную гурманику, советую. Ну и следующий аромат, дорогие мои, я вам говорила, что будет бюджетной позиции. Следующий аромат, он из таких. Он очень бюджетный, по крайней мере, в Италии здесь я покупала по очень хорошей цене, но качество, технические характеристики – это наивысший пилотаж. Аромат Флёр Наркотик от Манила Грейс. То есть вот такая красивая бутылочка, это керамическая бутылочка вот такого вот насыщенного бордово-фиолетового цвета. Она керамическая, и крышечка тоже такая керамическая, тяжелая. Я вам тоже очень часто говорила об этом парфюме. И, кстати, Флёр Наркотик – название, которое сразу отсылает к другому, очень хайповому аромату Флёр Наркотик от марки Снехила. Так вот, ничего общего они между собой не имеют, кроме названия. Этот аромат, если тот аромат для меня, ну, правда, химозный цветочный букет, такой искрящийся, но уже очень химозный. Простите меня, дорогие любители этого аромата, очень шлейфового, очень стойкого, но нет, у меня его нет и, наверное, не будет. Он мне, правда, слишком отдает химозеное. То вот этот аромат я обожаю. И говорила, что ничего общего не имеет, это спецово, такой табачно-вишневый аромат с шикарно звучащими нотами, которые, на мой взгляд, стоят. Я вам говорила, что вот это 50 мл в руках держу, где-то было порядка 14 евро. Сотку со скидкой я приобретала за 20 евро, у меня в запасе стоит соточка. И хочу сказать, что этот парфюм от марки Manila Grace, конечно, лучший. И вообще у Manila Grace всего три аромата. Об одном я вам тоже рассказывала. Но вот это, это просто мой любимчик, который я на холода всегда достаю, зимой ношу с удовольствием. И я вам говорила, что этот аромат похож чем-то на аромат табака-ваниль от Тома Форда из бутиковой вот этой линейки, скажем так, фордовской. Но с улучшенными характеристиками, с добавленными немножко всеми нотами, которые мне нравятся больше. Здесь, помимо вот фордовского, который тоже слышится, такой немножко медовый, такой гурманский табачок. Но здесь табак, он такой приятный, умеренный. У Форда я слишком много табака в табаком и ваниль слышу. Здесь такой умеренный. И здесь еще есть имбирь. Яркая нота на старте, который делает таким пикантным еще вот этот табачок, вот эту тягучесть. Слышится здесь вот эта вишневая косточка очень классно, что намного лучше, чем в аромате, допустим, того же Тома Форда. И вы знаете, и, конечно, есть сердце здесь, и даже и роза моя, которую я не слышу. Гвоздика как пряность вот в сердце, она тоже хорошо слышна. То есть вот к этому пикантности имбирю добавляется вот эта гвоздичная нота, которую немногие не любят. Так вот здесь она очень такая классная, как бы не выпирающая. Я тоже не люблю яркую вот эту спецвозь гвоздики. Так вот здесь она как раз та, которая нужна в той дозе, которая мне нравится. И, конечно, базовые ноты, сладкие ноты за счет ванили, за счет ноты пралине, тягучего вот янтаря, делает этот аромат таким еще немножечко вот как бы тягучим, сладковатым. То есть очень классная вот эта вишневая косточка с ноткой этого легкого табачка, с такой легкой пикантностью. Классный аромат. Я всегда говорила, что для меня это намного улучшенная версия, более вишневая, более слышимая вишневая косточка по сравнению с табакой ванили. Классный аромат Manila Grace, флёр наркотик. Не знаю, я видела, что, к сожалению, в интернете очень большой прайс на этот парфюм. У нас в Италии, видно, как-то распродавали, потому что я уже не вижу в продаже эти флакончики с большой скидкой, именно потому что распродавали и больше не будет. Я так понимаю, что Manila Grace вообще как бы завязалась с парфюмами. Давно не выходят новые ароматы. Как были вот эти три, так и остаются. Ну и поскольку из продаж все исчезло, думаю, что парфюмов больше от Manila Grace мы не дождемся, к сожалению. Но рада, что у меня есть коллекция этот красавец. И еще две такие очень бюджетные позиции. Еще один аромат от бюджетной марки Herbalive, про который вот недавно сделала видео о новинках. Аромат, который держу в руках, это тревел-версия 15 мл аромат, который называется Papavero Suave. То есть нежный мак, sweet purple или сладкий мак, как переводится с английского. Вот такой флакончик. Я вам тоже о нем только в одном видео, по-моему, говорила об этом аромате. Это такой насыщенный, почти гурманский, но очень натурально красиво звучащий аромат. Вот с дополнительными такими пикантными нотками. Очень интересная пирамида. Очень много здесь разных цветов собрано. Такой, знаете, настоящий букетище. Мак, конечно, тоже есть. И хотя я вам говорила, что мак, вот кто нюхал сам мак, вы, наверное, поймете меня, что он не имеет какого-то характерного запаха такого, которого можно было вот прямо в парфюме передать. Но, тем не менее, в пирамиде есть. Есть, интересно, нота какого-то черноголовки, то есть такого тоже экзотического цветка для парфюмерии. Есть, конечно, другие яркие цветы, в том числе яркий ланг в сердце. Все это есть. Но есть, конечно же, вот эта сладкая тоже тягучесть, и амбра, и ваниль. Поэтому аромат в целом такой, знаете, сладковато-цветочный, насыщенный букет. Вот сейчас я брызнула, и прям слышу, как плывет вот такая, знаете, как будто действительно букет полевых цветов, и какая-то вот медовая такая сластинка. Вот, и все эти цветы как бы стачают свой вот этот запах, и в общем и целом аромат такой тоже, конечно же, это женственный аромат, то есть не скажу, что это унисекс, а прям женственный цветочно-сладкий аромат, классный. По той же своим техническим характеристикам, вот пока его достала, наносила, решила для себя, что да, действительно, почему говорю, что бюджетно, да потому что за такие небольшие деньги, вот 15 мл, 12.50, по-моему, я платила за вот эту малышку. Выложу, кстати, флакончик, красивый большой флакон, 50 мл в районе 23-24. И, дорогие мои, мне кто-то писал, что у кого-то вот в других странах стоит он дороже. Ну, конечно, это нормально, потому что это итальянская марка, здесь в Италии она стоит дешевле, но и где-то, где вы можете найти, может быть, и подороже. Но, тем не менее, за эти деньги я все равно считаю шикарное качество. Вот этот вот красивущий букет полевых цветов, вот с такой, знаете, неприторной сладостью. Классный тоже парфюм, с удовольствием, вот в холода сейчас его поношу. Ну, и последний аромат, конечно же, бюджетная позиция от Зарочки. Аромат, который я говорила только, наверное, один раз, когда я рассказывала о всей этой линейке. И эта линейка, у Зары выходила ароматы, которые были созданы как клоны ароматов Мансера. Кто смотрел мою эту видео, может быть, оставлю где-то ссылочку. Так вот, аромат, который я держу в руках, Амбер Фузиан, Фужин. Амбер Фужин, то есть расплавленная амбра, жидкая амбра, как можно перевести. И вы знаете, вот он тоже как-то поначалу мне показался слишком ядреным. Не оценил его в том плане, что меня он бесил своей яркостью. А вот сейчас посмотрела, кстати, коробочку я вам покажу сейчас. И покажу, вот такая желтенькая коробочка была. Стояла эта коробочка сиротливо у меня в шкафчике. Я на нее посмотрела, достала аромат, нанесла и решила, что нет. Вот сейчас в холода обязательно поношу. И вот другое что-то в нем расслышала. Лоранш мне казался каким-то таким свербящим, ярким. Но это правда есть. Вот как все ароматы Мансера, у них есть вот что-то такое яркое, такое манталевское. Вы знаете, что Мансера это марка дочерняя Манталь. И вот этот аромат, его сравнивают со многими ароматами. Но все-таки вот когда я делала видео, я заходила там на определенные ресурсы. Говорили, что это якобы аромат похожий чем-то на сахарский ветер от Мансера. Выложу фото с Ахариан Винд, хотя я тестила его и скажу, что нет, не сильно похож. Но вот есть в нем вот эта вот такая яркость, свербящесть ароматов Манталя, Мансера. Может быть, поэтому тогда меня отпугнуло. Но пирамида классная. Вот здесь, конечно, есть и амбры, и древесные ноты, вот то, что делают. Но есть вот некая такая, если вы посмотрите ноты, да, они совершенно вот мимо. Даже вот морские ноты в старте заявлены, помимо бергамота. Цветочные ноты сердца, причем там даже какие-то редкие цветы. Я сейчас не буду, кто хочет на фрагрантике посмотрит какой-то цветок, который я не помню даже как называется. И вы знаете, но аромат для меня звучит вот каким-то таким стартом, насыщенно, немножко перченым, в котором трудно выбрать какие-то, разобрать какие-то цветы. И вот очень-очень такое насыщенное какое-то объемное звучание, которое переходит действительно вот в такую тягучую амбру с древесным потоном. Но где есть вот какая-то такая вот яркая почти перчинка, аромат вот есть у него какая-то вот насыщенность, такая яркость. И этот аромат тоже я называю таким пистончиком. Он тоже дает такой же вот, знаете, такую энергию, тоже какой-то взрыв эмоций, потому что он тебя прям пробуждает вот своей насыщенностью. В общем-то для такой цены, небольшой для Зары классный аромат. Но стойкость его запредельная, честно скажу, вся эта линейка была очень классной у Зарочки. Есть даже такой шлейф и, конечно, со стороны можно спутать и с ароматом мантали, и с мансера, вот настолько мощностью обладает этот аромат. Вот эта жидкая амбра, и хочу сказать, что сейчас я его поношу и рада, что вот купила в свое время, потому что сейчас пока не вижу. Хотя этот аромат вот недавно я видела на полочке, но его тоже разобрали. Считаю, что Зарочки можно смело пересдавать, классный аромат. В общем, если увидите, могу советовать всем, кто любит яркие такие сочные ароматы, прям вот ох, ох. Вот, ну, конечно, только за тестом, мои дорогие. Все, вот то, что я хотела сказать о своей подборочке. И на январь месяц один аромат упустила, вон там он лежит, но я расскажу о нем потом. Так что, дорогие мои, пишите, какими ароматами вы будете пользоваться в этом месяце, мне станет интересна обратная связь. Если видео хоть чем-то понравилось, ставьте лайк, мне все это очень приятно. И мы с вами увидимся очень скоро в моих новых видео. Всех вас люблю, всех целую, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok